Спасибо, что зашли. Всем приятного просмотра. Всем! Мяу! Меня зовут Мира. Мой ник Мобофилка. И мы продолжаем играть в Кредл. Я снова здесь. И наше задание какое? Ида теряет способность к общению. Возможно, замена синхронизатора устранит проблему. Достаньте новый синхронизатор. И следуйте шестой павильон. Ну что ж, давайте, друзья, искать шестой павильон. Ну и пока мы его ищем, я хочу вам сказать спасибо. Да, вы буквально под каждым видео, которое я выпустила уже после того, как вернулась с отдыха, вы буквально под каждым видео мне писали «Мира, когда Кредл, сними Кредл, он голодный сидит, его нужно кормить». Ну и все в таком роде. И мне действительно очень приятно, что игра вас так же заинтересовала, как и меня. Так, вот там эти опасные твари. Хотя я немножечко тут уже все позабыла, управление и прочее. Хотя помню, в чем тут за место, да-да. Я поняла, о каких неполадках сказано в отчете. Какие? Во время трансфера у кого-то из детей не заблокировалась способность разговаривать. То есть он просто поговорил с самим собой. Со своей копией. Ого, ничего себе. Так, нам сюда? Нет, не сюда, а твари-то. Смотрите-ка, там их как много-то стало. Подождите, где шестой павильон? Там пятый. Пятый. А шестой наверху снова, да, небось? Ой. Чего их так много-то? Тихо, друзья. Где шестой павильон? Шестой. Второй. Шестой, вижу. Все, погнали. Я вижу шестой павильон. И там эта черная тварь. Она нас съест. О-хо-хо. Иди скорее, не зевай. Ну? Этот лифт не работает. Нужен другой способ добраться до павильона. Да вы издеваетесь. Ох, какой другой способ-то. Ладно. Теперь лифт еще не работает. У нас новая проблема. Возможно, через пятый павильон можно как-то пробраться на шестой. Идочка, ты мне не откроешь, детка? Понятно. Идочка нам ничего не собирается открывать. Может быть, мы через вот эти штуки полазаем? Можешь лазать? Нет, лазать он не может. Только не застревай, дружище. Что там такое светится? Я не могу понять. Это разве было раньше? Такая светящаяся фигня. Звуки какие-то. Ой, страшно. Что-то здесь очень много стало. Этих тарей. А я, кстати, поняла, что вот эта штука. Что это за штука? Я все ходила возле меня и думала, что же это такое? Это, друзья, вот как раз и есть. Это вещь, благодаря которой переселяют человека из его тела в механическое. Да, вот он как раз, смотрите-ка, здесь смотрят они друг на друга из-за этого дырочку или окошка. И, в общем, да, происходит переселение душ. Блин. Умело еще понять, как попасть в шестой павильон. Лифт не работает. Так, твой рядом. Я слышу ее. Я слышу твой рядом. Лифт не работает. Это очень плохо. Ох, начинается веселье, блин. Как попасть в этот дурацкий шестой павильон? Почему лифт не работает? О, я знаю. Погнали. Пока, тварь. Мне вот интересно, что случится, если я столкнусь с этой черной жижей? Возможно, что-нибудь интересное. Ладно, мы попали. Вот он, шестой павильон. Можно ли тут как-нибудь пробраться? Пробраться как-нибудь. Например, вот таким странным способом. Вроде получается. Смотрите, кнатушу мы нашли, правда. Способ только, блин, все так... Тонька, мы не провалилась. Все скрипит. Это так страшно. Вот, здесь нужно на шифте. Аккуратненько так. У-ху! Оп! Нет, не соскальзывай, тварюга ты! Да не скрипи ты! Я уже знаю, что ты опасная вещь, штука. Ну что, с богом? Ну куда ты, тварь? Да ладно! Я уже махнула рукой, думаю, такая... Просто уже буду от балды бежать и попаду... Ладно, не попаду, но и пофиг, я уже привыкла падать. Но нет! Существует лично! Я проползла? Главное тут не упасть Вот это будет номер А вот, кстати, это очень возможно Где бы безопаснее Это спуститься Просто на засыпочку Та-дам Пам-пам-пам Пам-пам-пам-пам-пам-пам Блин Что ж тут все поломано-то Кто сломал Почините, срочно Где все прорабы Где обслуживающий персонал, который Чинит все это Ух ты ж Нет, 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 нет Хорошо, дружище Давай Вести себя как Ну держись ты за этот чертов поребрик Дебил Вот я бы здесь держалась И просто так вот бы шла, шла И держалась бы за этот поребрик Но он же так дебил не может Да? Вот, нажимаю Держись за него Вот тупорылая свинья Ты меня достал Не сдвигайся Блин Так А дальше-то как? Твою же мать Здесь я не пройду О, боже ты мой Запрыгни Он у меня прыгать может Да ладно Почему он у меня в тот раз не прыгал? Что-то я забыла в этой игре Он, оказывается, может прыгать Так это же меняет дело Ай Это меня дело Только не знаю как Подождите Если он может запрыгивать Я могу здесь пройти Нет, не падай Ой, нет, 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 нет Так Нет Нет Как же так Так, так, так Так Да 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 Чтоб у вас, блин, гонорея В анальном отверстии началась Те, кто придумал Блин, этот чертов уровень С этими чертовыми Попрыбушками Ненавижу вас, твари Ненавижу Ну я-то пролазил Да Горите в аду Чертовы садисты Все, Идочка Открывай мне Я не могу Мне нужно срочно кубики Чтобы успокоиться Вижу тебя Входи Да-да-да Давай мне кубики, Идочка Малышка Да Я теперь понимаю Для чего здесь Эти кубики Чтобы нервы свои Блин, успокаивать Ха-ха Чертова игра Биллион Магические озера Только мне, блин Магических озер И не хватало Чтобы получить Синхронизатор Соберите 30 оранжевых кубов Бросайте кубы В восходящий ваток Используйте бомбы Чтобы разрушить Серые блоки Блин, опять будем Блоки разрушать Ну ладно Чтобы взорвать бомбу Примените оранжевый куб К красному Оранжевый куб К красному Да? Оранжевый К красному А собирайся Нам нужны Оранжевые блоки На-на-на На-на-на-на А я собираю Все равно блоки Сейчас мы разрушим Твою стену Ух Красота Да бесполезная Красота Отвали Отвали Не преследуй меня Ой Достал меня Ой Куда я Ниже буду падать Ну да Конечно Как иначе Блин Давай Строю тут Стены Возводи Я пока По низу Похожу Ну все Погнали Наверх Отсюда Скорее Погнали Отсюда Ой Ой Нет Вверх Поднимай Фух Спасибо Прям для меня Настроил Да тут малыш Дебил Просто Дебил Ах Нет Нет Не знаю Как в это дети Играли Это Дико Утомительно Надоедливо Все Сколько мне осталось О Все Я знаю Только Только Не строй мне тут Все Отвали Зараза Ты проиграл Ха-ха-ха Ты проиграл Ты проиграл Тру-па-па-па Вот он Наш приз Мы достали Иди На задание Устанавить Иди Новый Синхронизатор Вот Мы ей достали Синхронизатор Ну что ж Идочка Ой Раньше Мы вроде ехали А теперь Идем Как-то Пешочком Ну ладно Ну что ж Илочек У нас Вау Ничего себе Давайте выйдем Посмотрим Там какая-то Красота Прямо Вот почему Обо мне Так мало Информации 15 августа Был моим Первым рабочим Днем саду Гербер Я приехала Сюда впервые Привезла Круппу детей А через два часа Произошел взрыв Ничего себе Хорошо Так поработала Два часа Хороший рабочий день С веселым окончанием Ну что ж Зато я хочу Выйти Наружу И посмотреть На небо Потому что я вижу Что оно там Какое-то красивое Там какие-то вроде Рисунки Давайте Поглядим Скорее Ой За мной кто-то гонится Да За мной гонишься Гонишься Зараза Так Заползаем Быстрее Запрыгиваем Давай быстрее Жми Оно летит Лети За мной Поехали Скорее Смотрите Какое небо Вот это Да Что это Интересно За рисунки Такие Ого Как будто у нас Мы под каким-то Куполом же Да Наверное Это он Создает Такое Такое небо Для нас Ну красиво И звезд Сколько Хотя Ночи Какие-то Светлые Мне кажется Потому что Вот это Луна Лунище Но все равно Ночи По-моему Слишком светлые Это как у нас В Питере Белые ночи Все очень ярко Светло Почти как Днем Только Звездное Небо При этом Точно Это Питерские Белые ночи Это не Монголия Идочка Готовься Синхронизатор Мы добыли Очень тяжким Трудом Ты себе Не представляешь Тут так Подлагивает У меня Немножечко Держи Малышка Принес 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 Сейчас Заменю Куда Тебя Заменять Ты Сюда Ж Так Нужно Убрать Лишний А где Где он Тебе Убирается Во Лишние Убрали Новенькие Ставили И Включили Ее Малышка Просыпайся Снова Тебе уже Наверное Надоело Эта Сетра Сучка Слишком Часто Эпилептические Припадки С тобой Случаются Ну что Будешь На минуту Сговаривать Ну как Нормально Мысли путаются Нет Все в порядке Ну Значит Помогло Посмотрим Пока нормально Насколько Твоего заряда Хватит Недели на две Может Меньше Знаешь Что я нашла Переписку Этого оператора Марка Рабочая переписка С кем-то Из коллег В ней Есть странные Вещи Вот Например Ты знаешь Мне Не очень интересно Почему не интересно А мне интересно Подожди Это важно Тут про твоих Родителей Какой ты Мне любопытный Про кого Про твоих Родителей И про меня Тоже Вот Послушай Рабочая Переписка Речь идет Об исследованиях Передачи Памяти Между людьми При помощи Телепатии Ничего себе Теперь еще и телепатию Суда приплели Мало им Переселение Душ В роботические Тела Телепатии Здесь так написано Обсуждают Телепатию И упоминают Какой-то ее Побочный эффект Эмпер ноль Так они его называют Эффект Эмпер ноль Что за эффект Это Если я правильно Поняла Это Ощущение Необычное Ощущение Которое Испытывает Человек Когда излучает Свою память Излучает Память Странное Понятие И что Так вот Марк пишет Что Когда-то Он очень Интересовался Этой Темой И подробно Изучал Эмпер ноль Из-за того Случая С Идой Из-за того Случая Наверное Мы были Знакомы Хотя Я не помню Ни марка Ни необычных Эффектов И не представляю Себя Что Это Мог Быть За Случай А Что Насчет Моих Родителей Это Здесь Он Вспоминает Как работал На Исследовательской Станции Еще до Постройки Сада В то Время Здесь Было Совсем Немного Людей Круг Вообще Не ограничивался Несколькими Коллегами По работе И его Монгольскими Друзьями Он Пишет Это Та Семья Что Живет В юрте Недалеко От посадочной Платформы Это Ж Про Твою Семью И где Интересна Наша Семья Остался Только Дед Мороз Веселенький Да Похоже А где Сейчас Твои Родители О Тот же Вопрос У И У Иды Появился Ан Я Я Точно Я Передаю Телепатически Ей Свои Вопросы И она Задает Моему Герою Давно Умерли А что Наверное Они могли бы Нам многое Рассказать Может быть Маркин Про Меня Все В порядке Опять Может Рассказывал Опять Ты Глючишь Идочка Что С тобой Ты Какая Твоя Неправильная Женщина Ида Все Хорошо Все Хорошо Это Обычное Слово Просто Заметка Как Погода Заметка Или Доброе Но Мы же Искали Другие Исследования Семейные Записи Письма Доброе Так Что Эх Женщина Ты Моя Сумасшедшая Борщ Я От тебя Походу Не Дождусь Что Сейчас Было Опять То же Самое Да Снова Эннебиш Что Я Думаю У меня Осталось Совсем Мало Времени Ты Пожалуйста Помоги Мне Выяснить Что Это За История С Марком Я Хочу Чтобы Ты Разыскал Вещи Своих Родителей Может Быть Найдутся Их Записи Дневники Только Пожалуйста Не в кубики Не Заставляй Меня Играть В эти Кубики Я Понимаю Сейчас Поищу Запись Это Легко О Табаха Приехал Дед Мороз Давайте Пообщаемся С Дедом Морозом Табаха Что Задание Напутствие О том Что Связывало Иду И Марк Могли Знать Ваши Родители Разыщите Их Личные Вещи Расспросите Табаху Ну Пойдем Расспросим Дабаху Может Он нам Еще Чего Интересного Привез Дабаха Ну Че Ты Мне Прокатишь Хоть Под Конец Игры На Своем Веселенькой Электричке Красота Какая Посмотрите Да Красота Будет дождь Дождь Сегодня Будет дождь С грозой И смоет В канаву Всех Спекулянтов Ой Ты где Потерял Свой Веселенький Нос Что Случилось Знаешь Во сколько Обошелся Поиск Не знаю Во сколько Полтора Полтора Чего Это много Да Ну Когда Еще В Баенхангоре Интернет Стоил Полтора Я Тебя Заплачу Не Возьму Я денег С тебя С нищего Хорошо Спасибо Информация Оплачена И доставлена Личным Курьером Это Очень Любезно Так Что Ты узнал Так Ну Во первых Сад Гербер Это Вообще Не для Развлечений Это Больница Я знаю И Что Там Случилось Были Дети Пациенты Так У одного Из них Переполнился Контейнер Пассий Взорвался Вот Что Случилось И Все Не Спеши История Непростая Вот Заменили Человеку Тело И Через Несколько Минут Он Взорвался Ты Спрашиваешь Как Это Допустили Не Проверили Контейнер Но Оказывается Проверили И Контейнер Был Пустой А Через Пятнадцать Минут Бах И Взорвался То есть Капсула Вдруг Быстро Наполнилась И Переполнилась Даже Не Просто Быстро А Мгновенно Так Явно Не Бывает Подстава Чую Где-то Подставу Должна Быть Причина Должна Быть Но Ее Не Нашли Известно Что Трансфер У этого Ребенка Прошел С Неполадками Так Получилось Что Он Поговорил Сам С собой Пока Был В Кабине Вот И Все Неполадки Но Почему Взорвался Непонятно Вышел Наружу Показатели В норме На Вид Спокойный Он Поговорил С самим С собой О чем Интересно Вот Это Неизвестно Не Сохранилось А Что За Видео Видео С камер Наблюдения Там Все Видно Вот Он Вомтеле Вышел Из Кабины Вот Церемония Ему Вручают Меч Вот Он Спускается Со Сцены И Идет Вглубь Сада Спокойно Идет Садится На Край Клумбы Так Дальше Немножко Непонятно Что Там Он Сидит И К нему Подходит Кто То Из Детей Маленький Ребенок Подходит Что То Говорит Похоже Что Ребенку Понравился Меч И Он Его Выпрашивает Какой Меч Игрушка Светящийся Такой Игрушечный Меч Их Дарили Детям После Замены Тела Проходишь Трансфер Получаешь Игрушку Так Так Вот Наш Герой Протягивает Меч Ребенку Держит За Рукоять И Передает А Ребенок Пытается Взять Меч В руки Но У него Не Получается Почему Не Получается Потому Что Он Берется За Клинок А Клинок Голографический Малыш Хватается За Лезвие А Пальцы Проходят Насквозь Сквозь Изображение Ясно И Что Потом 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 Уже Ничего Это Конец Записи Сейчас Будет Взрыв Вот К Детям Приближается Человек Это Оператор Трансфера Подходит К своему Пациенту И О чем То Спрашивает Тот Поворачивается К нему И Через Секунду Взрывается Все Вот Такая История Непонятная Как Его Звали Марк Или Ты Про Кого Спрашиваешь Про Того Который Взорвался Того Звали Альбар Вот Как Все Закручено А Второго Ребенка Того Малыша Не знаю Он Был Из Местных Жителей Посторонний Неизвестно Как Он В Саду Оказался Да Ломай Теперь Голову А Я Поехал Увидимся Завтра Не знаю Дня Через Три Четыре Может Через Недельку Не знаю Еще Все Будь Здоров Под Дождь Не Попади Подожди Табаха У Меня Еще Вопрос Я Тебе Все Рассказал Ничего Больше Про Этот Сад Не Знаю Вопрос Не Про Сад Про Моих Родителей Вот Хочу Вспомнить Своих Родителей И Решил Держи Это Что Ключ Он Открывает Ящик В Тумбочке Твоего Деда Батшина А Знаю Я Пыталась Открыть Тумбочку Эту Вот Теперь У нас Есть Ключ Круто Откуда Он У Тебя Батшина Ставил Сказал Если Ты Однажды Спросишь Меня О Родителях Передать Тебе Этот Ключ Вот Передаю И Больше Ничего Не Знаю Прощай Прощай Табаха Прощай Табаха Спасибо За Информацию У нас Теперь Какое Задание И Следуйте Тумбочку Батшина Но Это Уже Сделаем В Следующей Серии А Пока Что С вами Была Мира Моба Филка Ставим Лайки Комментируем Подписываемся И Увидимся В новых Видео Всем Пока Пока